Всем привет! Девчонки и мальчишки. Почему мальчишки? Потому что в комментариях прочитала, как мужчина мне написал, почему девчонки вас смотрят и мальчишки. Мне, конечно, очень приятно. Я благодарю и я исправлюсь. А сейчас хочу рассказать вам о том, сколько стоят итальянские спагетти здесь, в Германии. Эти цены меня очень удивили. А все началось с того, что идею этого видео мне подал мой внук. Так что придется мне его брать в компаньоны. В субботу у меня был внук. И после обеда, когда он спал, проснулся, я ему приготовила рис с овощами. Но мой внук говорит, я не буду есть рис с овощами, я хочу макароны. У меня макарон достаточно. Я их еще привезла с Италии. Конечно, были и другие виды, но закончились. Я говорю, Яш, я тебе приготовлю макароны? Он говорит, нет, я макароны не хочу такие. Я говорю, а какие ты хочешь? Я хочу бабочки. У меня их не оказалось. Я говорю ему, давай мы сейчас с тобой поедим рис с овощами, а потом пойдем в магазин, и ты выберешь себе макароны. Так я его уговорила. И когда мы пришли в магазин, я сделала украдкой видео, потому что не разрешают в магазине пользоваться телефоном. И была приятно, приятно, просто вот шокирована. Полкилограмма вот этих, приятно, конечно, в кавычках, полкилограмма вот этих макарон марки Морила стоят 2 евро 79 центов. Это 5 евро 60 центов за 1 килограмм. В Италии, конечно, я таких цен не видела. Не могу понять, почему такой дорогой итальянец, итальянские макароны здесь, в Германии. Хотя, конечно, это калиценированная марка, все такое и прочее, но тем не менее. Да, история вот этих именно макарон произошла в Италии еще, я не знаю, в прошлом или в запрошлом веке. Когда женщины готовили какое-то блюдо из теста, ну, может быть, раскатывали на какие-то там, не знаю, пельмени, макароны особого типа, и у них оставались кусочки, они их защипывали, ну и получилась форма бабочки. Ну, со временем, конечно, их облагородили, может быть, добавили вот эти вот штучки по краям, которые напоминают крылья бабочки. Но я думаю, что мы их обычно называем бантиками. Кроме Бориллы, есть там еще и другие марки, другая марка. Но вот она лежит рядом с Бориллой, это марка Де Чеко. Она тоже такая популярная в Италии и тоже очень дорогая. Цены практически одинаковые с маркой Борилла. В начале видео я оговорилась, сказала, сколько стоят итальянские спагетти. А надо было сказать, итальянские макароны. Внук выбрал вот эти. Были, конечно, другой марки, и они гораздо дешевле, но даже вот если смотреть, какие они в Италии, все равно я считаю, что макароны – это дорого. Вот тут в Германии я поняла, что значит цена макаронам. И удовольствие здесь недешевое. Согласитесь, заплатить за килограмм макарон к 1,60 сетов, по-моему, это очень много. Вот спагетти, и причем спагетти у итальянцев тоже делятся на тонкие, да, как наша лапша, там, на средние. И средние у итальянцев макароны номер 5. И они называются просто спагетти. А вот тоненькие, тоненькие макароны, ну, как бы наша лапша, она, они называются в Италии спагеттини. А вот уже которые идут ниже номера 5, такие толстенькие, они уже называются спагеттони. Да, ну, я еще закупила вот эти макароны, они более дешевле, фузилье. Сейчас посмотрю, я записала, чтобы ничего не перепутать. То я уже девушка и молодая, часто то забываю, то что допутаю. Как бы мне распаковку чека обозвала распечаткой. Ну, бывает. Так, стоят они полкилограмма рубль евро 39. Это 2,80 за килограмм. 2 евро 80 центов за килограмм. Я считаю, что это тоже дорого. Таких цен в Италии, конечно, я не видела. Сейчас не знаю, что там творится. Но пока мои друзья не жалуются на то, что цены на макароны подорожали. Ну, может быть, и подорожали, но вот когда я жила в Италии, мы с мужем практически не покупали макароны, вот, которые цена была указана на макаронах, потому что мы всегда их покупали на распродажах. Потому что в Италии почти каждый день есть скидки на макароны. В Германии тоже можно купить макароны по скидкам. Вот они. Да, и вот я прочитала у них такой здесь, сделала перевод. Такой вкусный, можно сказать, перевод. Написано, что вот эти фузилии, их хорошо готовить с чесноком, зукини, лососем, и что время не очень приправленных специями, и прямо вот это выражение, и бархатным оливковым маслом. Ну, какие? Макароны с томатным соусом, да ещё и без базилика. Базилик обязательный. Причём, мне вот, что я заметила, когда делаешь соус, если бросаешь туда базилик, если он только покипит немного, как-то аромат улетучивается, нет такого прям вот ароматного запаха. А вот если на горячие макароны выливаешь горячий соус, посыпаешь там пармиджано, и мелко-мелко нарезанный базилик, тогда вот этот аромат, он сохраняется. Ну, как-то прям вот, мне так кажется. И тогда прям вот чувствуешь этот запах базилика. И вот этот кустик у меня растёт уже, наверное, около двух месяцев. И я его даже не пересаживала, но каждый день я по чуть-чуть добавляю туда воды. Надо, конечно, пересадить. Ну вот и всё, мои дорогие. Вот такая цена итальянских макарон здесь, в Германии. Да здравствуют итальянские макароны! Я всем желаю всего самого доброго. Будьте здоровы! Ешьте на здоровье итальянские макароны! Всем пока-пока-пока!